всем коннект друзья вы на канале кик с вами каспер сегодня будет обзор на такую игровую мышь бюджетную игровую мышь dexp notas всего за 299 рублей но игровой и сложно назвать и вы должны понимать за такую цену но подсветочка ркб есть значит игровая покупал ее сестре конечно не для игра для учебы и так в интернете полазить мышка у меня уже поскучно поэтому в коробке нету text notas notas древнегреческой мифологии бог южного южного горячего ветра называемый быстрым и приносящим туманы и дожди гесиот называл его ужасным за высокую температуру именно этот ветер по приказу зевса решившего наказать людей пригнал на землю темные дождевые тучи в результате чего и начался всемирный потоп о как мышка у меня уже подключена как я сказал поэтому коробка пустая здесь нас есть макулатура но в принципе на нам ни к чему вот сама мышка на выглядит так сейчас надо плохо видно свет еще плюс у меня штору не за это она видите на переливается такая подсветочка неброская то есть не яркая не тусклая такая средняя золотая середина и в принципе приятная глаза когда ночь темноте в темноте точнее вы в комнате находитесь она ярко не светит и не бьет то есть это не мешает при работе с данной мышкой вот так выглядит наша мышечка стоит она как я говорил 299 рублей но уже она не стоит таких денег я покупал ее в днс и стоит она сейчас 399 рублей сейчас покажу вы вы можете видеть на экране секунду вот эта мышь стоит она 399 рублей а я брал за 299 буквально неделю назад эту мышку буквально неделю назад давайте пробежимся по характеристикам мышки давайте расскажу вам характеристики данной мыши мышка сделано из пластика полностью хотят и нарисована т.е. вроде как ее видно что как будто это резинопроризированным корпус типа но сбок боковой но нет это тоже пластик все сделано полностью из пластика вот и следит наимный же если взять мою мышь плаги и ведь то здесь да здесь прорезиненные ставки сбоку видно здесь все-таки нет мышка сделал как я сказал мышка сделана из пластика сбоку тоже пластика не про резине на мышка имеет 6 кнопок 6 кнопок а то мышечки сбоку тут есть такие кнопочки еще также есть кнопка настройки dpi на самом деле при добавлении дипя и курсурности как сумасшедший либо что-то средний но при добавлении то есть нажимаете плюс плюс курсор начинают носиться у как бешеный посмотрите курсор начинает носиться как бешеный за все нажимаю добавить видео как сумасшедший убавить даже много раз убавляю то все равно что-то не то убавить убавить ну вот все равно по мне это быстро на моей можно владе настроить и вот моей блоге он еще медленнее можно сделать даже еще медленнее вот видите а вот на этой он был прям так прям очень большой такой размах получается большая чувствительность от минус наверное так сказал ну что вы хотите мышка за 300 рублей часа на свои 379 но блять покупал ее за 299 рублей повторяюсь так что к гиппи а это относится как сумасшедший либо что-то среди но все равно быстро я тебе сказал совсем медленно и настроить чувствительность дипа и настроить нельзя как у моей блади в 9м у меня блади а в 9м ну глупо сравнивать мышку за 300 рублей и мышку за 2к тип сенсора мыши оптический светодиодный максимальное разрешение датчика 3600 dpi частота опроса 1000 герц длина кабеля метр восемьсот 1.8 дизлина кабеля весит эта мышечка 135 грамм кстати очень легкая но мне нравится мышки чуть потяжелее это очень прям легко давайте поговорим о плюсах мышки так как про минусы говорить не вижу смысла это бюджетная мышка за 300 рублей и никак не может быть и кривой из плюсов что я могу сказать красивый дизайн красивая не яркая подсветка переливается разноцветными цветами то есть не накаляет не раздражает плетеный кабель шнурок тут вот это вообще самый жирный плюс за 300 рублей плетеный шнур здесь они обычно это явно плюс за такую цену мыши для серфинка в интернете и офис на задачи вполне подходит но никак не для игр не нужно брать эту мышку для игр и потом говорит что это мышка не подходит для игр а давай все таки назову минусы на свой взгляд этой мышки громкие кнопки щелчков на моей мышке насильно тише услышайте слышите сейчас прям ромки вот на моей мышке щелчки будет потише колесико на мышке люфтит и дребезжит вот тоже на служу что колесико не очень качественно выполнены сделано как бы тоже это минусом можно отнести кнопка dpi как я сказал плохая настройка либо очень высокая чувствительность либо чуть меньше высокой ниже настроить нельзя в принципе все я считаю за такие деньги не для гейминга мышку можно покупать таки рекомендую выглядит они на неплохо плюс шнур тут плетеный для офисные задачи и серфинка в интернете я рекомендую покупать эту мышь но никак не для гейминга для гейминга нужно посмотреть какие-то другие варианты подороже в целом мышь неплохая это был обзор на мышку dex notas gaming mouse но игровой ею не считаю это не игровая мышь с вами был каспер увидимся на моих стримах мои стримы приходят проходит на канале васт ссылка в описании подписывайтесь на канал а если вам не нравится со мной общаться в лайф режиме можете не подписываться можете и и не заходить на мои стримы подписывайтесь на мой канал ставьте лайк обязательно обязательно а с вами был каспер честь имею